всех приветствую у нас сегодня программа презентация книги под авторством юрия шулипы приветствую вас и отдельно приветствую всех зрителей и слушателей канала национал демократии значит под автором юрия шулипы и под гидой института национальной политики выпущена книга монография как убивает путин за рубежом сзади вот у нас обложка уже книга выпущена в издании ее можно будет купить в будущем она будет значит в электронной версии там есть также глава с моим участием я ее лично писал но я написал там работу целую страниц на 80 мы включили в первое издание только по поводу моего преследования острых чистки чекистских мероприятий в украине по в отношении меня книга научная юра она также будет будем добавлять в индекс научного цитирования как предыдущую и выставлять ее в библиотеке тараса это шевченко правильно абсолютно правильно и причем не только в индекс научного цитирования украины но также германии соединенных штатов америки а также и в другие страны вот уже смею зрителям и слушателям сказать не очень хорошую новость не совсем благоприятную что организация которая ну и раньше собственно говоря включала моя работа в индекс научного цитирования отказалась включить работу в российский индекс научного цитирования какой вот это да ну а кто включит и название посмотри какое научно научно не она научная но просто название 7 на ладно как убивает путин за рубежом там целая начнут 500 страниц книга и она написана научном стиле и там содержание будет в первом комментарии под ссылками в этом под видео точнее первом комментарии я разложу содержание но очень обширное и начнем значит с того что юр в общих чертах как устроена книга и ну по оглавлением по содержанию точнее я понял ну иван если есть возможность выведен на экран ловление версию книги до оглавлению я сейчас я раз по оглавлению сейчас буду озвучивать но пока ты выводишь да я сейчас скажу что убийство и там прочий ряд преступлений которые с ними сопряжены за пределами россии которые совершают российские разведывательные службы и либо их агенты боевики является неотъемлемой частью внутренней и внешней политики российской федерации это первое и второе убийство и похищение людей за рубежом а также прочие преступления которые с этим связаны также является неотъемлемой частью четвертой мировой гибридной войны владимира путина который путин ведет с 20 февраля 2014 года это вот просто буквально в двух предложениях что нужно узнать и о чем вообще это идет книга то есть здесь вопрос о системе а системе потому что владимир путин создал целую систему убийств за рубежом 100 100 чем-то что создана рабочие это целая рабочая система а сейчас секундочку я вывожу по содержанию и начнем я увел на экран ты видишь наверно да вот я отлично ну это вот пошла обложка и дальше мы уже ниже международная ассоциация там есть тут и есть официальные рецензенты подану рецензии на книгу историк военные деятели потому что для научного цитирования нужны рецензии аннотация пошла вот полномочия путина по внутренней внешней политики россии это самое иван смотри я бы хотел чтобы ты чуть чуть выше взял я сейчас быстренько ой нет содержание опять вот тут вот стоп значит там на 11 страниц я отсюда начну комитет на один страниц идет обо мне информация только на ту страничку потом идет рецензия рецензента идет моя позиция по этой книге то у ее основной посыл этой позиции зло должно быть наказано от кого бы она не исходила предисловие на десяти страницах потом идет на тридцать первой странице тезаурус то есть понятийный аппарат почему это очень важно потому что в книге содержится на 18 страницах понятийный аппарат то есть там те термины и дефиниции которых нету в открытом доступе они содержатся только в специальной внутриведомственной литературы разведывательных служб ну ну в основном там есть конечно часть тех дефиниций которые имеются в открытом доступе а в основном конечно там то что было сформулировано мной либо взято из сугубо значит методических пособий методических научных и так далее пособий которые предназначаются строго для сотрудников спецслужбы из внутриведомственной литературы это очень важно чтобы значит читатель даже тот который имеет высшие вишки образования не понимает о чем идет речь да чтобы узнали просто понятийный аппарат да о чем идет дальше раскрывается ну понятно значит на 49-е аббириатура потом далее глава 1 посвящена полностью основной полномочиям Путина по руководству внешней политики идет его в разделе 1.1 это конституционные полномочия идет конституционные полномочия разделы 1.2 это органы власти организаторы и соорганизаторы убийства за рубежом ну а организаторы которые имеются ввиду центры планирования убийств это понятно главное управление генерального штаба вооруженных сил россии и федеральной службы безопасности а соорганизаторы кто так или иначе причастен к этим убийствам но имеется не прямо вот именно опосредованно потому что они может быть даже сами не знаю что они причастны их используют ну скажем так в темно но тем не менее эти органы они причастны к убийствам это следственный комитет российской федерации министерство иностранных дел россии имеет так называемое рост сотрудничества и служба внешней разведки свр вот потом идет 3.1 это руководство владимиром путином органами обеспечивающими убийство за рубежом я кстати интересную формировку дал именно обеспечивающему убийство почему потому что не всегда вот например как на на территории украины организовывает убийство то же самое та же самая первая служба фсб потому что как показывает практика из изучения убийство на территории украины организовывается агентами боевиками или организованными да это агенты боевики в составе организованных преступных группировок как специально созданы под какие-то преступления и убийства либо похищения людей либо уже какие-то действующие преступные группировки представители которых завербованы оперативными сотрудниками фсб поэтому я взял вот такую значит формулировку дюр да я немножко отступление договоре я хочу обратить внимание на такие значит нормы законов как статья первого закона фсб вот это очень важно да то есть ответственность официально по закону и российской федерации за все убийства и острые чекистские мероприятия несет путин и без его команды не возможно ликвидация то есть она возможна это уже будет самодеятельность до ликвидации и ликвидации и похищение людей за рубежом тоже нужно к этому добавлять это стало такой порядок введен в путинской системе после попытки убийства точнее после убийства подполковника фсб александр литвиненко в лондоне путем отравления полоним почему потому что убийство покищение людей они для россии несут определенные внешнеполитические риски и поэтому путин собственно говоря и распорядился что обо всех убийствах ему необходимо его необходимо даже там она намерениях убить и так далее его нужно информировать и согласовывать с ним списки далее ну а тут кстати вот еще я что хочу сказать что по закону потому что здесь идет исследование российского законодательства там том числе и практики его применения использована толковые слова русского языка сергей ивановича и начну различные комментарии так далее что руководителем всех российских разведывательных служб следственного комитета мид россии рост сотрудничества является одно лицо лицом который действует я не называю президентом потому что я считаю незаконным и легитимным лицо действующего официальном качестве президента россии владимир путин то есть он под этому законодательству лично за все отвечает лично а все остальные значит такие как например глава следственного комитета директор фсб бортикова так далее они всего лишь исполняют волю путина и несут перед ним ответственность вот и все они фактически вот в рамках неких таких секретарей которые только и утверждают его решение а потом значит дальше идет важный вопрос управления путина процессуальной оперативно исполнительной иван но там ниже на 4 вот чуть чуть вверх подними да вот стоп хорош да вот управление путина процессуальный оперативный исполнительной оперативно-развитационной контрразведывательной и разведывательные деятельности у путина действительно настолько значит глубокие полномочия что фактически он он руководит ими и административной деятельностью всех российских спецслужб и процессула не действует как фсб так и естественно комитет и разведывательные, контрразведывательные, оперативные разведывательные. Все, значит, со ссылками на законы, там в книге имеются таблицы. Кстати, Иван, если дашь мне, если позволишь, я хочу просто зрителям и слушателям показать, вот, о том, что здесь действительно в книге есть, значит, имеется множество различных, множество, значит, различных таблиц, сейчас секундочку я покажу. Вот. Вот, то есть, так. Правее. Правее, да? Видно? Ну, текст видно. Ну, не суть, ладно. Таблиц там много, там... Для удобства понимания, потому что эта книга, она, конечно, в основном для иностранных граждан и так далее. Вот, потом следующее. Приготовление к убийствам за рубежом. Это очень важно. Следующая глава, значит, в 2-1 идут мотивы Путина, по существованию убийств исследуется. То есть, ну, там множество различных утечек, источников, мнения различных экспертов, это чисто анализ мнений. И фактически, кстати, ну, и мои, соответственно, выводы. Потом принятие решений Владимира Путина об убийствах за рубежом. То есть, как, в каких формах принимается это решение, как оно оформляется юридически, кто влияет на принятие решений и так далее. Вот. Потом в 2-3 это формирование списков на ликвидацию. Как эти списки формируются, там существует тоже целостей. Они начинают формироваться на уровне дела оперативного учета, там, ну, самое первое дело, да, это дело оперативной разработки или дело групповой оперативной разработки, потом дело оперативного учета, категория дела оперативного учета 1, это до следственной, то есть, дофабрикации уголовного дела, потом дело оперативного, ну, вы так юристы перестрируем, дела оперативного учета 2, уже после фальсификации этих самых уголовных, потом дела дополнительные оперативного проекта и так далее. Вот. Оперативники ФСБ, ну, я вообще вот сейчас просто хочу зрительным и слушателям сказать, чтобы понимать, то есть, работа логически построена от частного, да, то есть, от Путина, спецслужбы и так далее, к общему, да, то есть, уже ко всей его внешней политике, заканчивая вот его вот всей вот этой идейно-политической концепцией 4-й мировой гибридной войны. То есть, вот именно начиная от стадии открытия различных оперативных дел для сбора информации за будущие жертвы, как это все осуществляется пропроцедурно, и уже вплоть, собственно говоря, до ликвидации. Значит, дальше Центры планирования убийства за рубежом, там существует трехуровневая система Центров планирования, она написана, указана, но имеется в виду основных центров. А потом классифицируется категория жертв Путина, там личные жертвы, ну, кого Путин там не любит, но тоже сам, например, Литвиненко, личная жертва. Потом существует такое понятие, как плановый жертва, потому что тем же самым сотрудником ФСБ или просто разведывательных органов, там службы внешней разведки, потому что СВР участвует в помощи, вот в добывании информации, кого надо ликвидировать. То есть сама служба внешней разведки не занимается убийствами, но они занимаются, там, документированием, передачей информации. Потом и то же самое Главное управление Генерального штаба вооруженных сил России, их военнослужащие, тоже, ну, занимаются разведывательной деятельностью, сбором информации. Ну, им для плана надо. Вот, собственно говоря, это плановые жертвы. Потом важно, значит, жертвы антипутинские активисты, региональные жертвы, те, которые внутри Российской Федерации, ну, скажем так, они жили, их назначили на ликвидацию, но они просто вовремя убежали с территории Российской Федерации и их пытаются убить, перстеливать за рубежом. Такие случаи тоже были, они в работе описываются. Ну, и внеплановые жертвы. То есть, вот неплановые жертвы, это очень интересная ситуация, когда, например, инициатором убийства или похищения человека становится не сначала Владимир Путин, а какие-то оперативные сотрудники, начиная с начальника отдела второй службы контрразведки ФСБ. Вот они увидели, что где-то какой-то там человек что-то, как бы занимается с какой-то антипутинской деятельностью, и Путин, условно говоря, там где-то с экранов обратил на него внимание, гартнул, или еще какой-то чиновник. Вот. И они тут начинают писать рапорта, значит, начальник на имя руководителя первой службы, а руководитель уже первой службы как непосредственно к Путину, так и к заместителю директора ФСБ, либо при определенных обстоятельствах может к директору ФСБ там может Бортников обратиться, а Бортников уже в свою очередь идет на доклад, когда они выступают на закрытых заседаниях Совбеза, либо в иных каких-то формах стоячат с Путиным, говорят, вот, смотрите, так и так, вот такой, значит, противный, вот надо острый чекистский провести. Но Путин может махнуть рукой, сказать, ну, хорошо, ладно. Юр, давай вот этот тонкий момент надо обозначить. Само, значит, одобрение либо распоряжение, оно, как правило, я так, ну, мы вывели, скорее всего, носит устный характер, как оно, правильно, распоряжение, указание, то есть, ну, подожди, к примеру, приходит там Бортников или еще кто-то, там, Кадыров, и в личной встрече получает, значит, распоряжение о ликвидации. Без, то есть, ну, юридически, по сути, оно должно быть и, значит, подписано Путиным, но я так понимаю, чтобы он следов не оставляет, но без личного распоряжения Путина это невозможно, то есть, происходит встреча и, в принципе, в случае чего уже тот, кто организовывал это по контрразведке, разведочной деятельности, он уже ссылается на то, что приказ по сути был отдан Путином. Так устроена Российская Федерация, то есть, к примеру, майор какой-то оперативной разработки, проводящий на территории, например, в Украине, он не может решить вопрос о ликвидации, о взрыве и так далее, поэтому все эти взрывы идут через Генштаб и также получают распоряжение от Путина, иначе просто юридически и сама специфика работы в Российской Федерации, она невозможна. Иван, я на самом деле хочу сказать, что Путин сам себя документирует, и, например, решение, если об убийстве человека принимается в рамках Совета Безопасности, то они оформляются по протоколам заседания Совбеза. само решение Путина, как раз если оно было принято о ликвидации конкретных людей в рамках Совета Безопасности, оформляется в форме протокольного поручения, то есть все на самом деле это есть. И вот дальше... Мы же писали в книге, что есть и устные поручения. Да, да, значит, устные поручения, устные поручения, они оформляются рапортом генерала. Вот, условно говоря, Владимир Путин встречается с Владиславом Менщиковым, это руководитель первой службы контрразведки, или с заместителем начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, потому что так работает система, существует, я говорю, два основных, мы сейчас рассматриваем, два основных, потому что вариантов, на самом деле, очень много принятия решений, мы рассматриваем два основных варианта принятия решений Владимира Путина об убийстве. Вот он, если встречается непосредственно с генералом, заместителем начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, то генерал потом пишет рапорт на имя начальника, что вот, значит, по итогам, значит, встречи, значит, президент там поручил то-то, то-то, просто я вас ставлю в известность, и все. И генерал приступает к исполнению к организации убийства, который зам этого самого начальника. Давай к следующим этим по оглавлению, только побыстрее, потому что немножко надо сжать, не растягивать эфир. Дальше идет глава третья, острые чекистские мероприятия. Я сейчас хочу вернуться к Тезаурусу, но у меня есть понятильный аппарат, что такое, потому что люди не знают, что такое острые чекистские мероприятия. А мы знаем, это на сленге. У нас в работе все уже сформулировано. Острые чекистские мероприятия, убийства людей с применением различных видов оружия, выготравляющих взрывчатых и радиоактивных веществ, путем совершения террористических актов и вооруженных нападений. Насильственное похищение людей с территории иностранных государств и принудительное доставление на территории России, преимущественно в места решения свободы. Острые чекистские мероприятия не ограничиваются данными преступлениями. В острые чекистские мероприятия входит применение по итогам насильственного похищения и держания людей в специально приспособленных для этих целей помещениях как с последующим их освобождением, так и убийством. Это кражи различной информации, имущества и в связи с этим иных общеуголовных преступлений. Вот, собственно, и говоришь о такой острые чекистские мероприятия. Чтобы люди понимали и здесь знали. Вот, значит, да-да-да-да, можно чуть ниже, чтобы я видел. Ага, стоп, значит, вот. Потом, так, у нас идет следующий, Иван, чуть-чуть, чуть-чуть выше, 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 вот. Выше, выше. Ага, вот сюда вернуться. Стоп. Вот, значит, потом следующий раздел идет, там, от Центра планирования, я уже говорил, 3-2 раздела, это о похищениях людей с территории иностранных государств. Кстати, больше всего похищений с территории иностранных государств зафиксировано именно с Украины. То есть, похищения здесь процветают. Вот, к величайшему сожалению, я обращался и в МВД, и в СБУ, мне, ну, имеется в виду, там, для получения информации о количестве похищений граждан Украины, которые потом в Российской Федерации были убиты, либо оказались по свободным уголовным делам в местах лишения свободы. и вот, к величайшему сожалению, у нас не ведется статистики вот именно похищенных, оказавшихся осужденными там, либо убитыми в России. Они здесь просто оформляются как без вести пропавшими, либо людьми, которые находятся в розыске по линии уголовного розыска, но не связаны с совершением преступления. То есть, просто как находятся в розыске как люди без вести пропавшие. Вот, к сожалению. Но я думаю, вот мы, кстати, когда будем презентовать книгу, будем наши активно проводить мероприятия, презентовать книгу среди руководства Украины, мы обязательно доложим, и вот это очень важно, чтобы такую статистику Украина ввела. Вот, потом раздел 3.3, он полностью все посвящен конкретно, значит, цели к исполнителям. Какие, значит, приоритетные цели, кого российские спецнужбы убивают в приоритетном порядке, потом мнение приоритетные цели, потом о исполнителях, потому что я классифицирую исполнителей на системных, то есть, на территории Украины действуют системные, значит, организованные преступные формирования групп агентов боевиков ФСБ, также есть и разовые исполнители, когда не нужно, например, чтобы какая-то оперативная группа, достаточно там просто загербовать несколько человек, они убьют. И далее идет средство для убийств. Средство для убийств это очень широкий арсенал, начиная от холодного, огнестрельного оружия и так далее. И особо разделы 3-4 уделен именно боевым отравивающим веществам, то, что было зафиксировано, но это различные общедоступные информации и тех сведений, которых я обладаю. Вот три основные вещества это рецин, талии и новичок. Но новичок на самом деле в широком смысле, то, что я пишу в работе, это комбинация ядов, которые смешиваются, создают на базе новичка. У них здесь как раз-таки существенное отличие между убийством, например, которое происходит в Украине с помощью терактов или применения огнестрельного оружия. А тут абсолютно все другое. Почему? Потому что с помощью новичка и иных боевых веществ осуществляют преступления сотрудники военнослужащих главного управления вооруженных сил Российской Федерации на территории стран Европейского Союза и Великобритании, а также Соединенных Штатов. Причем эти люди, они имеют высшее медицинское или химическое образование, то есть у них есть опыт. Наглядно уже расследование Навального показало, смысл нет, Юр, давай дальше по оглавлению. да, военнослужащие они как раз таки приписывают да, тут у нас чекисты работают светом может быть я тебе стопудов говорю давай дальше сейчас посмотрю да, потом говори сейчас подожди я остановился по разделу 3.5 это разработка планов убийства их осуществление с применением боевых троечных веществ там своя система и вот что важно смотрите раздел 3.6 разведывательное обеспечение острых чекистских мероприятий смотрите если есть острые чекистские мероприятия которые проходят за пределами России значит соответственно есть их разведывательное обеспечение почему потому что без глубокого агентурного поникновения в сферы безопасности политики государственного управления иностранных государств на их территориях безнаказанно осуществлять убийства и похищение людей поэтому все убийства еще раз повторяю что все убийства которые происходят как в территории Украины так и стран Европейского Союза вообще за пределами России они имеют свое разведывательное обеспечение то есть для того чтобы условно говоря того же что отравили скрипаря и его семейство то перед этим конечно же сначала работала служба внешней разведки которая добывала информацию о том где он находится его режим дня когда он просыпается какие места он посещает вот когда уже была дана о нем полная информация то есть собрана полная разведывательная картина то эта информация была уже передана начальнику главного управления генерального штаба вооруженных сил России и он уже в свою очередь передал эту информацию генерал-майору Андрею Аверьянову начальник воинской части 29-155 главного управления генерального штаба вооруженных сил России то о чем я сказал вот и там уже как раз таки на уровне начальника главного управления генерального штаба вооруженных сил России с группой консультантов не группа консультантов вот они вот эта группа консультантов они разработали сама центр планирования убийство Стрипалей было разработано именно с группой консультантов на уровне со самого главного управления генерального штаба там же на улице Грязодубовой в Москве в районе Хорошевского шоссе вот значит что касается да вот мы тут еще установили такую важную классификацию что военнослужащие главного управления генерального штаба вооруженных сил лично ну например Чехии Болгарии Великобритании штат assigning убивают с помощью террористических актов и боевых и террористических веществ ну и кстати в Катаре одного из лидеров чеченского сопротивления земликана Едобива тоже убили с границей главного управления генерального штаба вооруженных сил Россия с помощью террористических актов то есть у грушников или словами два способа убийства поздравления и талакты. А у ФСБ... Да, и они работают только значит, Европейский Союз, там у них тоже есть свое... У них, кстати, свое внутреннее разведывательное обеспечение. Проблема, смотрите, тут вот с разведывательным обеспечением, опять-таки, не все так однозначно. Почему? Потому что самые мощные разведывательные, точнее, самые крупные агентурные аппараты, конечно же, на территории стран Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки службы внешней разведки. И поэтому, вот перед тем, как совершить убийство, если у того же самого первого управления свои агентуры для того, чтобы сделать разведывательное обеспечение, обращается к СВР. И очень, кстати, редко обращается к ФСБ, потому что в СВР очень маленький свой агентурный аппарат за рубежом. И там агенты не для этих целей, на самом деле, вербуются. Поэтому основное разведывательное обеспечение убийства людей в странах Европейского Союза США осуществляется военнослужащими службы внешней разведки России. Дальше идет раздел 3.7, посвященный финансовому обеспечению острых чекистских мероприятий. Юр, я появился, там чекисты свет включили, отключали. Я думал... А, я понял. На альтернативный интернет переключили. Я тебе серьезно говорю, взяли, отключили. Ужасно, ужасно. Ну, я не думаю... Вроде не чекисты. Сейчас пошел, выяснил. Да. А может, чекисты там где-то? Да. Потом, смотри. Финансовое обеспечение острых чекистских мероприятий, основная его часть, осуществляется из закрытой части российского бюджета. Там указан конкретный источник, там глава. Ну, здесь в книге есть пояснение, значит, дается, откуда и что идет финансирование. Если не хватает, условно говоря, средств, то, опять-таки, по линии СФР на подкуп агентов-боевиков, если нужно на месте где-то быстро осуществить, либо ФСБ. Опять-таки, осуществляется финансирование из транснациональной компании-корпораций, которые имеют российский капитал. Да. И еще, кстати, что важно. Разведывательное обеспечение убийства на территории Украины осуществляется опосредованно ФСБ. Тут СФР работает в Украине только в рамках проведения активных мероприятий. То есть, это пленки деркача, победобеси, что-то... Всякие слежки, там, вербовки, политическая разведка и так далее. Юр, ты сейчас на какой? Давай побыстрее, потому что я сейчас... свое выступление сейчас... Убийство, там рассматривают законы борьбы с экстремизмом и терроризмом. Ну, это... Ты на какой сейчас главе? 3,9. Стоп, Иван. Значит, смотри, 3,9. 3,9 – это важно. Идет еще и о том, что, смотрите, у острых чекистских мероприятий еще есть и свое информационно-психологическое обеспечение, которое формируется на уровне как российской самой пропаганды, так и пропагандистских средств массовой информации, которые создаются представителями пятой колонны Путина на территории иностранных государств. Их задача заключается в том, чтобы направить следствие и общество на ложный след. То есть, например, условно говоря, человека убили, ну, понятно, по политическим мотивам, потому что Путин его заказал. А там идет поручение, опять-таки, уже по линии СВР, которые работают со своей агентурой и участвуют на различных ток-шоу, говорят, что, типа, это никакое не политическое убийство, а фигня. Значит, убитый был, условно говоря, наркоманом, да это бытовуха. Ну, конечно, они будут переводить. Да, чтобы уйти, чтобы выглядеть убийцей. Информационно-психологическая диверсия, правильно. То есть, замаскировывать. Давай. вот важно, значит, ну, это можно, значит, там, по Праге, это можно пропустить, потому что там очень много. Ваня, вот смотри. По Праге там, да. В случае в Праге. глава пятая, очень важная. Я быстро уже пройдусь, сейчас заканчиваем. Смотри, Вань, чуть выше подними, пятая глава. Это тоже очень важный разведпризнак для будущих, вот как распознать будущую жертву Путина. Очень легко. Смотрите, Следственный комитет России де-факто осуществляет правовое прикрытие убийства, похищения людей за рубежом. Важный разведпризнак. Если в отношении какого-нибудь российского оппозиционера или западного политика, вообще любого человека по каким-то политическим либо общественно значимым мотивам в Российской Федерации в Главном управлении Следственного комитета сфабриковано уголовное дело, то существует опять-таки это чисто статистика, чисто даже вот Ну да, занесен в экстремистский список террористов, существует уже выработанной практики, я сейчас чисто апеллирую практики и статистики, что этот человек может быть убит, ну, это процентов 70, и если он находится на территории Украины, то процентов 30 насильственно похищен и принудительно доставлен на территорию Российской Федерации. так что это очень важный вопрос, если в отношении вас по событиям в Украине, либо в другой стране, следственный комитет сфабриковой уголовного дела, это, ну, как минимум, сто процентов, что у вас. Смотри, да, первое, смотри, дополню, если сформировано уголовное дело, это понятно будет работать, но главное, что больше весомо, если оно сформировано по экстремистской статье, значит, завязанной экстремистской, террористы, они обязаны предпринимать меры в рамках борьбы с терроризмом по, значит, оперативным мероприятиям на территории другой страны, разведывательным мероприятиям, первое, это сто процентов, если человек объявлен в розыск, как я, например, международный, они просто, у них бюджет выделен на оперативные мероприятия и на активные, а следующее, более весомое, если он занесен в список террористов, то, даже на экстремист террористские, на Росфинмониторинге, там есть галочка, пометка, что его, в принципе, можно при задержании, или там, он представляет угрозу национальной безопасности, его ликвидировать, поэтому, если вы, ну, как я, занесен в список экстремистов в России, то, по сути, распоряжение может поступить в любой момент, и могут ликвидировать, и все это будет в рамках, ну, закона о терроризме и национальной безопасности РФ, вот так все, серьезно, поэтому отстреливают чеченцев, боевиков, воевавших, ну, или тех, кто воевал на стороне, значит, восстания в Чечне, и также, в первую очередь, естественно, военных деятелей Украины. Идет по Ближнему Востоку. Юр, давай, потому что мне сейчас надо... Да-да-да, и еще, вот, по Следственному комитету, последнее предложение, что, следственный комитет является органом легализации разведывательной информации, которая незаконным, легальным путем получена на территории иностранных государств. Хорошо, ну, тут выводы у тебя, рекомендации, это уже смысла я не вижу. Значит, важно, я хочу сказать, в рекомендациях, важно, значит, там, есть такой раздел, как доказывание преступлений Владимира Путина, то, что он к этому причастен, и мною, даже вот один из моих рецензентов обратил внимание на мое новационное предложение по делам, которые мерят след российских списков, убийствам, и, то есть, уже раскрытым делам, где установлено, что эти преступления было совершено агентом-бывиком ФСБ, либо, значит, военнослужащим главного управления Генерального штаба вооруженных сил России, также, ну, непосредственно военнослужащим по ФСБ, да, либо агентом ГРУ, вот, то, как, значит, доказать причастность Путина, и, в рамках этого мною предложено назначать по данной категории уголовных дел проведение внешнеполитической экспертизы, это очень важно, потому что не все оперативные сотрудники, прокуроры, следователи, судьи в зарубежных странах знают российскую внутреннюю и внешнюю политику, и систему вообще российской власти, откуда взялось это преступление, правильно, ведь же не сам какой-то оперативник, который планировал убийство, или та же самая группа консультантов, да, они прям, ну, то есть, это последняя станция, это в этой цепочке преступлений, то есть, что самое главное, это, что за всеми этими убийственными преступлениями стоит Путин, и, вот, даже, я приведу конкретный пример, за ту же самую государственную границу, ну, за безопасность при ее крещении, и так далее, отвечает Путин, так как пограничные войска, которые охраняют государственную границу России, они входят в состав ФСБ, и вот это то же самое, что касается похищения людей, то есть, если через эту границу был похищен человек с помощью агентов боевиков, значит, это операция, в том числе и в известности которой был поставлен руководитель пограничной службы ФСБ, это тоже, кстати, очень важно, поэтому я говорю, это черт, что убийство, похищение людей, это целая система, вот, потом, что важно, если есть глубокое разведывательное проникновение, агентурное, то, также, Путин пытается, вот, тем же самым законом о борьбе с терроризмом, о противодействии экстремизма, и вообще различным, ну, то есть, иным, каким-то, значит, российским законам, в том числе, уголовному кодексу, придать экстратериальное значение, как раз таки, фабрикуя уголовное дело по событиям на рубежом, Путин, как глава Следственного комитета, фактически, придает, тому закону, по которому пытается, сфабриковать уголовное дело, обвинить человека, экстратериальное значение, и как с этим произволом бороться. И вот, я предлагаю, в том числе, согласно международной практике, и в международном праве, существует такой институт блокирующих законов. То есть, Украина уже по ряду тех вот решений, которые незаконных абсолютно были приняты Следственным комитетом России, может принять целый ряд блокирующих законов, в которых должно быть указано, что мы эти решения не исполняем, в связи с тем, что они являются средством разведывательного проникновения, связанным с разведывательным проникновением в нашу юрисдикцию. Они нарушают наш правой суверенитет, и так далее, являются средствами правового прикрытия совершения особо тяжких преступлений страны Российской Федерации. То есть, это все, чтобы это, кстати, очень хорошо будет потом показано позиционирование Украины на международном уровне. Это очень важно. И также потом вот идет речь о том, как противодействовать злоупотреблению вот этой всем Следственного комитета, фабрикации уголовных дел, конкретным гражданам, как надо действовать. То есть, надо сразу же бежать и обнимать уголовные планы на руководство Следственного комитета. Там по каждому все конкретное дело. Ладно, да. Тут еще приложение, заключение там, и приложение по Праге, я смотрю, по Чехии ты много сделал. И в конце... По Чехии, да. Я просто взял отчеты не секретной части разведывательных служб, чтобы на протяжении трех лет зафиксировать динамику разведывательной активности разведывательных спецслужб Российской Федерации. То есть, насколько было глубоко разведывательное проникновение, это тоже очень важно. И какой вред причиняет именно национальной безопасности и политическому суверенитету разведывательной деятельности российских спецслужб. Ага. Давай, я сейчас быстро пробегусь по... Ну, то есть, там заключительная уже глава по поводу активных мероприятий против меня в Украине. Нет, Иван, подожди, это не активные мероприятия. Смотри, активные мероприятия, они едино проходят в политической сфере. А это острый чехийский мероприятие. То есть, это убийство, похищение и все прочие преступления. Ну, в принципе, похитить меня, да, хотели. Убить-то я не знаю. Это... Да. И, кстати, я вот пока-то там, значит, прохожу. Я важно, значит, до зрителей слушателей донести, что убийство и похищение людей с учетом их системности подпадают под римский статут международного уголовного суда. То есть, эти преступления, они, еще раз повторяю, должны быть в том числе и под судом в определенных случаях международного уголовного суда. Это очень важно. Хорошо. И я сейчас быстро пройдусь по поводу моей работы. Она еще не включена была. Может, во второе издание, либо я отдельно сделаю издание. Сейчас я... Секундочку. Где у нас? Что-то не видно. Сейчас. Что-то не видно. Значит, я написал работу, механизм убийства организации, ну, там, по поводу Путина, что он ответственный. Следующий у меня глава идет именно специализированно. Мы изучали... То есть, я лично изучал убийство и покушение на убийство на территории Украины. И в первую очередь... Сейчас я... В первую очередь это пошло... Значит, 24 июня был заказ на Бориса Филатова, там, Юрия Березы и Яроша. Но он был не осуществлен. Это я тоже изучал. Потом, 7 октября 2017 года, это было... Первое у нас... 14-го... 17-го года, 7 октября, Антон Герасченко. Ну, по крайней мере, официально было заявлено, что на него было совершено... Готовалось покушение. Потом похищение и покушение на Илья Богданова, экс-сотрудника ФСБ, всем известного. Это я тоже изучал. А дальше... Вороненков. Там, как бы, тоже причастность разведки по-любому, но там более коммерческие интересы. Это мы все прекрасно видели, как в центре Киева застрелили Вороненкова. Потом в Мариуполе... Вот это уже более важная, я считаю, безопасность Украины. Это... В Мариуполе полковника СБО Александра... Как он? Хараберюш или... Значит... Помнишь, да, это все? Следующий за ним был... Зорван, полковник, начальник... Дмитрий Меняев, это... Погиб. Начальник отдела контрразведственного обеспечения. Да, был Зорван 27 июня 2017 года Шаповал Максим, начальник управления специальной резерва главной управления разведки министерства Ворон. То есть, это были острые чекистские мероприятия по устранению сотрудников СБУ. И там целая череда прошла. Была... Попытка, значит... Сейчас, ладно... Там целая череда, я пропущу немножко... Потом, ну, Бабченко выкрадывали. Ну, по крайней мере, официально. Здесь, конечно, много вопросов, но... Официально было заявлено, что его именно чекисты хотели ликвидировать. Потом основные покушения на представителей Кавказа, Кавказского сопротивления. Это... Начинаем с самого... Умар Исраилов. 2009 год в Австрии был убит. Дальше... Адам Осмаев, Амина Акуева. Акуева убили. Ну, там очевидно, что... Это по заказу Кадырова Путина работал. По распоряжению Путина. Следующее... Гусейнов был застрелен. И... В общем, там череда устранения кавказского... Представителя кавказской оппозиции. Ну, и последний там... У меня более там 10-15, значит, покушений и реализованных уже убийств. И уже последний Анзор Венский был. Ну, и там немножко про Немцова написал. И последняя моя... Уже добавленная, как убивает Путин. Это по моему преследованию. Оно там начиналось с самого моего переезда. И вплоть до нынешнего времени. Там... Я считаю, уже 2020 год. Это уже резиденты действовали, по которым мы работали. Уже всем известные. Да. А до этого работали именно уже разведка. Юр, давай заканчивайте эфир, потому что чекисты у нас свет отключают. Да, Иван... Не, у нас просто времени нет, Юр. Давай слово заключительное скажи, а то сейчас вообще отключится все. Но чекисты не дают работу. Работа будет размещена на Амазоне, скорее всего, после 20 мая. В издательстве уже можно приобрести книгу. Она находится в свободном продаже. А на остальные книжные площадки Украины книга, я думаю, поступит после 11 числа. Хорошо, да. Да, я сразу обращаюсь. Я понимаю, что, скажем так, людей, которые компетентны в этой сфере, их не так много единицы, то знают вообще и работу спецслужбы, убийства и даже понятийный аппарат, который там сформирован. Но все равно я хочу обойтись к читателям. Если будут какие-то у вас вопросы по книге, материалу и так далее, предложения, замечания, рекомендации, я с удовольствием...